Всем добрый день. Надеюсь, меня хорошо слышно. Поставьте, пожалуйста, десяточки, если все хорошо. Меня зовут Наталья Арестова. Я партнер компании Global Intellect Service, специалист по внедрению UDS. И сегодня я хочу с вами поделиться результатами внедрения программы UDS в пекарню города Мурманска. У меня есть несколько направлений в сфер деятельности по внедрению. Это для меня было новое. Кроме пекарни я занималась внедрением в праздничный бизнес, в натяжные потолки, в мебель и в другие сферы. Это был для меня очень интересный опыт, потому что есть определенные особенности в пекарне. Данный проект мы осуществляли под наставничеством Петра и Юлии Беляевых, компании Essential, и в экопространстве лаборатории эволюционных решений. Немножко о самом бизнесе. Пекарня расположена в городе Мурманске, функционирует более двух с половиной лет. И практически с начала своей деятельности собственник приобрел в пользование программу UDS. Однако настроить работу полноценно не удалось по ряду причин. И в течение полутора лет компания пользовалась от случая к случаю программой. Пандемия мимо пекарни не прошла. И с началом пандемии пекарня просто ушла с платформы UDS. Осенью 2020 года собственник принял решение о возвращении системы UDS в свой бизнес. И приобрел профессиональное внедрение на три месяца. Команда внедренцев проанализировала ситуацию в бизнесе. Выявила особенности. Хочу с вами поделиться ими. Значит, пекарня расположена на окраине города. Характерна для такого бизнеса высокая репотребляемость. Необходимость быстрого обслуживания клиентов. И наличие часов пик, так называемых, когда скапливается очередь из клиентов. Ну и, соответственно, скоропортящийся товар. Все это мы учли. Посмотрели, что в момент обращения было уже. То есть функционировала так называемая смешанная система лояльности. Работала и немного программа UDS процентов на 10. Также были прямые скидки. Акции проводились, купоны. Активность с клиентами была в социальных сетях. Проводились раз в квартал примерно розыгрыши. Обратную связь получали с помощью соцсетей. Яндекс, Гугл. Ну, также работали такие варианты, как книга жалоб предложений и личное общение. Собственник использовал рекламу на радио и в журнале. Значит, собственный бизнес поделился с нами целями, которые стояли перед ним. Он хотел поднять рост, осуществить рост количества покупок через увеличение количества клиентов и их возвращаемость. Также был заинтересован в росте среднего чека, как в принципе и любой предприниматель. Ну и хотел повысить качество обслуживания клиентов. Для этого ему нужно было получать своевременные отзывы от клиентов. Команда внедренцев разработала стратегию внедрения и поставила перед собой следующие задачи. Было необходимо создать мобильное приложение компании, цифровать клиентскую базу, цифровать источники трафика, повысить возвращаемость клиентов, увеличить количество клиентов, ну и создать мотивацию сотрудников. Потому как всем известно, что от сотрудников зависит практически 99% успеха бизнеса. С чего мы начали? Мы проанализировали все экономические показатели, произвели расчеты необходимые и настроили бонусную программу. У нас выделено 5 уровней статусов для клиентов, 100 приветственных баллов и 30% понижения чека. Мы провели обучение персонала, потому как для бизнеса характерна короткая точка контакта с клиентом. А за этот промежуток времени нужно было не только обслужить клиента, но еще и уговорить необходимость установки приложения. Были подготовлены дополнительные печатные материалы для сотрудников, дабы облегчить им общение с клиентами. И забрендирована точка, был размещен трибл тент. Что нам удалось сделать за три месяца внедрения? Сегодня, кстати, как раз ровно три месяца, как мы запустили этот процесс. За квартал мы смогли обеспечить стопроцентное проведение операций по UDS. Проведено более 17 тысяч операций. Хочу отметить, что без профессионального внедрения за полтора года было проведено в 10 раз меньше таких операций. Благодаря тому, что сейчас процесс полностью запущен, мы получили возможность оперативно отслеживать и реагировать на динамику показателей бизнеса. За три месяца оцифровано в бизнесе более 4,5 тысяч клиентов. 93% из них совершили покупки. Опять же, отмечу, что за полтора года работы без профессионального внедрения этот показатель был практически в 10 раз ниже. Для чего? Коснусь еще момента обучения сотрудников. На что это повлияло? 38% клиентов установили UDS. То есть более 1700 клиентов попали в инфополе компании. На что это влияет, мы увидим чуть ниже. Благодаря возможности отправлять пуш-уведомления, мы информировали клиентскую базу об изменениях в товарном ассортименте, о проведении акций, конкурсов. Так называемый, проводили так называемый процесс прогрева клиентской базы. И тем самым спровоцировали клиентов возвращаться в бизнес за покупками и доводили их до первой покупки. Я говорила о том, что 38% клиентов скачали приложение. И хочу сейчас остановиться на моменте поведения клиентов. Как влияет установка приложения на поведение клиентов? Обратите внимание на вот эти цифры. В пекарне установили приложение и совершили хотя бы одну покупку 1657 клиентов. Из них вернулись повторно в бизнес и совершили как минимум две покупки 59%. Вместе с тем клиенты, которые не установили приложение, провели оплаты по номеру телефона, возвращаются практически в два раза реже. 31% из тех, кто совершил покупку и не установил приложение. Такая же ситуация примерно и с суммарным чеком клиентов за LTV. То есть те клиенты, которые совершили покупку и установили приложение, оставляют в бизнесе практически в два раза больше денег. 981 рубль по нашим подсчетам, чем клиенты, которые не установили приложение. Дальше на графике. Дальше на графике как раз я показываю, каким образом это выглядит. То есть смотрите, в два раза визуально можно отследить эту разницу. Клиенты, которые скачивают приложение и не скачивают. Благодаря тому, что в UDS есть возможность оставлять отзывы и оценки, мы получили возможность контролировать качество обслуживания клиентов. В бизнесе за три месяца получено более 300 отзывов клиентов. Оценка на сегодняшний день в бизнесе пятерка, твердая практически. Были случаи, когда оценка отличалась от отличной. И это как раз возможность быстро, оперативно отреагировать. Здесь как раз еще хотелось отметить включенность собственника. Собственник сам очень оперативно реагирует на оценки клиентов, на какие-то ситуации. И тут же решает эти вопросы, как говорится, не отходя от кассы. Ну и про клиентов. У нас на сегодняшний день появилось более 150 клиентов в базе по рекомендациям. И они уже на сегодняшний день принесли более 66 тысяч в бизнес. Интересная динамика среднего чека. Я думаю, такой показатель важен для любого предпринимателя. До внедрения системы UDS в бизнес, со слов собственника, средний чек составлял 190 рублей. За три месяца внедрения данный показатель вырос на 5 процентов. И средний чек за три месяца составил 201 рубль. Что принесло в кассу бизнеса более 170 тысяч рублей. Вместе с тем у нас произошло снижение скидки. Она изменилась с 4 до 2 процентов. По факту это еще ниже, учитывая себестоимость продукции. И по факту она составляет порядка 1 процента. Что опять же принесло в бизнес более 63 тысяч рублей. Вот на этом слайде представлена информация за период внедрения UDS без команды внедренцев. Разница глобальная в два раза. Что мы еще сделали для качественной работы? Мы оцифровали все источники трафика. И на сегодняшний день анализ этих трафиков показал, что некоторые источники просто не работают. Так, собственник использовал журнал для рекламы. И разместив там QR-код, мы отследили, что ни один из клиентов не подключился оттуда. Таким образом, аналитика эффективности источников трафика помогла отказаться от неработающей рекламы. И, соответственно, сэкономила для собственника 4 тысячи рублей в месяц. Это по самым минимальным подсчетам. На самом деле, там расходы были порядка до 12 тысяч рублей, в зависимости от месяца. Но мы взяли минимальный вариант. Итого, за три месяца внедрения, что получил бизнес? Это единая система лояльности. То есть вся информация в одном месте. Оцифровано более 4,5 тысяч клиентов. Снижена скидка с 4 до 2%. Введена мотивация сотрудников. Каждый продавец получает 1% от операций, проведенных через UDS. Мы проводили еженедельные срезы основных показателей бизнеса. И эта аналитика доступна предпринимателю практически постоянно в режиме онлайн. Оцифровали источники трафика и отказались от неработающей рекламы. В цифрах выгоды выглядят следующим образом. Покупки по рекомендациям клиентов принесли в бизнес более 45 тысяч клиентов. Снижение скидки более 63 тысяч рублей. Увеличение среднего чека дополнительно принесло в кассу более 170 тысяч рублей. На сегодняшний день 239 тысяч, более 239 тысяч баллов у клиентов. А это те деньги, которые прошли бы мимо кассы в случае прямых скидок. Итого мы можем говорить о выгоде за 3 месяца в размере более чем 500 тысяч рублей. То есть по факту полмиллиона рублей остались в бизнесе благодаря внедрению UDS. И это всего лишь за 3 месяца. Я благодарю вас за внимание. На слайде представлена информация о моих соцсетях, о лаборатории эволюционных решений. Высказываю благодарность компании Essentials за поддержку и кураторство. Присоединяйтесь, пожалуйста, к компании Хлеб и Мясо, тандырная пекарня. Их код представлен на слайде. Благодарю за внимание. Было приятно с вами общаться. Наталья, спасибо огромное за кейс. Я даже задумала...